Привет, друзья! Сегодня я вам хотела рассказать о своей коллекции фарфоровых кукол. Не так давно я снимала видео, рассказывала, как приобрела вот такую красивую красавицу. Смотрите, я и решила шить платьице. Я ей перешила платье из своей плоски. Мне даже удалось сохранить карманчики. Обратите внимание, по бокам вот такие карманчики интересные. Такой воротничок с стоечкой. Вот. Такая вот получилась интересная идея. Мне вообще понравилось очень шить куколкам платье. Это такая девчонка у нас, очень такая добродушная, такая как будто как родственная душа. Посмотрите, она такая вся интересная, а в то же время она такая, какая-то, знаете, какая-то такая с настоящей такой внутренней какой-то харизмой, простотой души. Вот именно. Что она такая вот немножечко как родная. Ну, по крайней мере, у меня такие, да, вызывают эмоции. Я приобрела еще одну куколку. Сейчас я вам ее покажу. Она уже у меня стоит на подставочке. Так, сейчас посмотрим. Вот такая подставочка. Смотрите. Вот. Это у нас куколка. Имеет очень красивый наряд. Давайте его обсудим. Вот здесь вот по типу бархата такой вот очень такой материал, который сам, как вы знаете, как держится. Вот может быть за счет вот этой подкладочки. Как стоячая юбочка получается. Потом вот такой вот у нее идет фарточек, бантик, рукавчики. Вот с такой очень красивой вышивкой. Смотрите. Волосики такие у нее длинненькие, светленькие. Платьица застегивается на липучку. И у этой куколки, так же, как, в принципе, у предыдущей, реснички. Посмотрите, как красиво прорисованы черты ее лица. Такая вся. Белокожая, румяная, да. Она у нас идет в головном уборе. То есть она такой вот... Я думаю, что здесь она хочет передать какой-то, наверное, может быть, какие-то костюмы, да. Костюмы того времени. То есть какую-то такую вот идею, да, она хочет нам передать. Эта кукла имеет вот здесь вот, если мы будем смотреть. Так, сейчас я попробую показать вам. Имеет вот здесь вот такое, как штампик, что ли. И написано «Эмеральд доль коллекцион». То есть это говорит о том, что кукла коллекционная и выходила в ограниченном количестве. Вот у меня такой еще никогда не было коллекционной, да. Вот она теперь появилась. Я загадала эту куколку подарить своей сестренке Танюшке. Надеюсь, что у меня получится, да, провести ее через границу. Все-таки, да, куколка фарфоровая. Вы посмотрите на ее ботиночки. Такие, как, вы знаете, такие, как вот действительно с того времени кожаные. Такие высокие, на шнуровочках. Потом у нее идут штанишки. То есть вообще очень интересная куколка. Мне она очень понравилась. Я именно искала какие-то необычные мотыли. И чтобы, опять же, они сильно были маленькие, не сильно высокие. То есть именно такой вот какой-то такой очень комфортный размер. И вот, вы знаете, вот когда я увидела эту куклу, она мне очень понравилась. Она такая вот какая-то, не знаю, она такая какая-то добрая. Тоже такая душевненькая. Были куколы, они такие, знаете, вот прям такие... Некоторые куклы есть фарфоровые, они прям вообще все-все фарфоровые. Они такие прям как конкретно вот принцессы, да. А некоторые, наоборот, такие, более такие, как девчонки. Вот именно вот мне вот такая вот понравилась. Смотрите, здесь и материалы натуральные, да, в ее костюме. Обратите внимание. Вот именно так приятно, да. Я теперь, конечно же, платьица планирую, да, постирать. Потому что куклу я приобрела с рук. Она была у одного женщины. И она ее решила продать. Вы знаете, я поняла, что нас могут вдохновлять абсолютно разные вещи, да. В том числе и куклы. Вот, например, подержали вот такую куклу в руках, посмотрели на нее, улыбнулись. И вы знаете, как будто настроение улучшилось. То есть, в принципе, все красивые вещи вокруг, они нас могут вдохновлять. Поэтому обязательно наполняйте свою жизнь красивыми вещами, именно, конечно, тем, что вам нравится. Вот смотрите, вот это, да. Вот они такие все миленькие. В принципе, как и я. Вот я смотрю, будто я тоже куколка. Не знаю, мне очень понравились эти две девчонки. Вот одна из них поедет в Россию. Это вот такая куколка, скорее всего, потому что она имеет подставку. А, к сожалению, под этой куколкой пока подставочки нет. Может быть, в дальнейшем я приобрету ее. Сейчас с подставками не очень, да, я ознакомлена. Так что я вас призываю наполнять свою жизнь интересными вещами, заниматься любым делом. В принципе, я подумала, что мне интересно, да, куклы. Почему нет? И поэтому стала заниматься. Всем пока. Хорошего вам доброго настроения, солнечного летнего. Пожалуйста, оставайтесь здоровыми. До встречи. Пока.